нет мать вашу как вообще можно додуматься перед загрузкой и погрузкой травить колеса или накачивать на трейлере типа чтобы они не взрывались от нагрузки серьезно что ли все точно спать в общем мы загрузились у нас досочки сзади там не досочки а дровишки дровишек у нас аж целых двадцать четыре с половиной тонны 26 финских палетов не знаю видно надеюсь что да вот и мы сейчас поедем с вами на паром покидаем эстонию как говорится пора и честь знать билетики взяты поехали чекин покажу вам точнее не чекин а как это вообще заезжается тут у нас на паром the link the link the link как хотите называйте вообще как бы изначально в заказе у нас стояло 25 финских палетов но последний момент запихнули 26 а так как cmr куманы пишем сами то соответственно и соответственно и вопросов нету сами все написали сами все сделали сами все исправили сегодня 16 30 паром так грузовые сюда 7 8 линия грузовые а я даже не знаю ну поехали поехали в седьмую поехали седьмую посмотрим что там нам предложат потому что народу очевидно много здесь можно не останавливаться на самом деле так 17 17 линия наша вот здесь написано 17 линия вот она там впереди очень удобненько надеюсь что мы в нее влезем 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 вот такой вот негабаритик я тоже таскал свое время плитовозы стекловозы как их еще называют о солнышко наконец то так что сегодня сегодня будем финляндии проведем еще три часика и на этом все вот еще панелевоз вот панелевоз господи я уже все забыл ребята простите ай как тормоза скрипят ой хорошо замечательно так ну все врубаем нейтрал очку ручничок и пока на этом все до встречи на пароме или финляндии посмотрим как пойдет в общем я надеюсь что меня слышно ветрюга дикий позади у нас осталась эстония и уже наверное не видно я пока был в кабине каюте точнее мылся брился приводился в порядок эстонию мы теперь увидим месяца через два с половиной в лучшем случае надеюсь что картинка будет не засвечена хотелось бы очень чтобы она была не засвечена приходится вот как-то так записывать все это дело долго записывать не буду в общем пока не сдуло мы сегодня высаживаемся в кельсинки едем три часа может быть три с половиной я не помню точно сколько у меня останется рабочего времени общего общего времени и после этого будем двигать после паузы будем двигать уже сторону ватсо там еще надо банковскую карточку коллеги передать говорят без карточки как-то там выживает так что увидим довольно таки оперативно мы успели запарковаться пять минут до конца рабочего дня запарковались в а на козке на козке большая большая финская парковка для грузовых вспомнил что есть такая на маршруте и и оперативненько вбил навигацию и я знал точно в отличие от европы узнал точно что я здесь запаркуюсь мест еще полно а времени у нас 21 39 от по шведски получается пол 11 вечера запущу дрончик а посмотрим как это все сверху смотрится так что добрый ночь и и и и и и и и и всем доброе утро проснулись встретили коллегу из херентеса андрей климченко если вдруг смотришь привет тебе и отсюда ну а планы у нас делаем зарядку кстати я взял с собой вот такую штуку потому что насижено много личных килограммов так что делаем зарядочку и в путь часть у нас еще есть ох с вами река так в общем мы с вами сейчас берем дрон запарковались в таком довольно таки живописном месте просто обычная финская лапландия ушли вот от того циклона наконец-таки и пойдем прогуляемся парковка никого нету тишина покой только мы с вами дорогие друзья ну и дрон и сейчас пойдем посмотрим где его здесь можно запустить тут кемпинг есть вот там вот вот там через дорогу кемпинг здесь какой-то вроде как отель но вижу что закрытый машинка стоит а может не знаю хозяин тут порядок наводит значит до выгрузки 300 340 километров до ватсо до норвегии завтра доползем выгрузимся но там посмотрим наверно рыбка будет ждать нас где-то там это хотел как славу тонн такой интересно смотрится отельчик такой атмосферный деревяненький я слышу шум реки а тут целый кемпинг ничего себе и никого хотя лето непонятно ладно сейчас разберемся а пока мы идем разбираться у меня такой вопрос как вы думаете насколько абсурдно проверять давление в колесах трейлера каждый раз перед погрузкой выгрузкой и при необходимости докачивать или спускать зависимости от веса груза пишите свои мысли в комментарии ну так как здесь никого нету то мы в наглую пойдем на этот пирс и запустим с него дрон вот она речушка вот там мостик надеюсь эта штука нас выдержит и не свалится вроде удерживает качается вот и обозрим что здесь происходит а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Или как-то так Я даже не знаю честно Разгрузили, накачали Или наоборот В общем суть в том Что есть люди, которые свято верят в то Что водители должны это делать Пишите в комментариях Будем разбираться Все, пока